Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». В студии я и ее ведущий Александр Гурарье. Поздно вечером во вторник по средиземноморскому времени израильские ВВС нанесли удар по району аэропорта Дамаска. Как сообщают информированные источники, целью был самолет, который доставил оружие из Ирана. Кроме того, склады вооружения, которые предназначались для передачи Хизбалле. По некоторым источникам удар был нанесен с целью ликвидации руководителей Хизбаллы, террористической организации Хизбалла. За подробности мы обращаемся к военно-политическому эксперту Алексу Векслеру. Алекс, добрый день! Добрый день! Здравствуйте, господин Гурарье. Говорят, что это была крупнейшая по своей огневой мощи атака после инцидента с российским самолетом ИО-20, сбитыми сирийскими системами противовоздушной обороны. Я вам скажу так. Это была сильнейшая атака после 29 ноября, когда тоже нам была приписана атака, которая продолжалась порядка двух часов. По меньшей мере 15 объектам иранским и объектам Хизбаллы, значит, 29 ноября. После этого, 25 декабря, это была сильнейшая атака, которую можно сравнить с этой откатой. Давайте, с вашего позволения, так сказать, постепенно начнем переходить к самому, так сказать, интересному, что произошло этой ночью. Американские военные источники, я касаюсь американских военных источников, сообщили сегодня рано утром 26 декабря, что вечером 25 декабря ВВС Израиля атаковали многочисленные цели на территории Сирии, в том числе в районе Дамаска. В атаке, как было сообщено американцами, участвовали боевые самолеты F-16 «Суфа», которые использовали крылатые ракеты, может быть, впервые или во второй раз крылатые ракеты типа «Длила». Противовоздушная противоракетная система Сирии использовала против израильских самолетов и ракет системы «Панцер-С-2» и «С-200». Обратите внимание, еще не использована «С-30». Значит, то ли еще, так сказать, их не научили до конца, то ли, принимая внимание, что если там есть российские учителя, значит, они не участвуют в этих делах, чтобы случайно не получить ответный огонь. Из американских источников, которые считаются информированными и проверенными, следует, что атаки подверглись не только объекты Ирана и Хизбаллы, как сообщает СМИ Сирии и Израиля, а также часть сирийских объектов. Опять обратите внимание, Сирия и Израиль сообщают об атаке, Израиль в меньшей мере, Сирия в большей мере, она уже вела прямой репортаж по радио и телевидению вчера вечером, сообщает об атаке на иранские, проиранские объекты Хизбаллы. Америки говорят, что здесь коснулось и сирийских объектов. Первая волна атаки израильских ВВС, как видно, была не совсем удачной и не все цели, подвергнувшиеся атаке, были уничтожены. И тогда было решено о дополнительной атаке, о второй волне самолетов, в которой приняло участие, по сообщениям Соединенных Штатов, также самолеты-невидимки типа F-35, могучий Адир, как мы их называем в Израиле. В Сирии были опубликованы сегодня рано утром, 26 декабря, видеозаписи, показывающие, как по их утверждению, как сирийская система ПВО сбивает одну из израильских ракет. Хотя все сирийские СМИ говорят о том, что было сбито большинство израильских ракет. Это подтверждают и россияне, еще немножко позже мы об этом поговорим. Если было сбито большинство израильских ракет, как случилось, что по утверждению многих и по виде съемкам, по съемкам из космоса, было уничтожено, так сказать, столько-то объектов? Из источников в Сирии и в Ливане, то есть из арабских источников, следует, что израильская атака продолжалась 1 час и 30 минут. Надо сказать, что эта информация, если эта информация верна, то вчерашняя израильская атака, как уже сказал, ее только можно сравнить с атакой по 15 объектов Ирана и Хизбаллы 29 ноября, когда по территории Сирии мы нанесли удар. А после этой ноябрьской атаки Сирия сообщила, что с этого момента они будут отвечать на все наши израильские атаки своими атаками по объектам в Израиле. Тоже само по себе интересно. Из-за цензуры и серьезной, надо сказать, дымовой завесы, которую поставила армия обороны Израиля ЦАГЛ на том, что происходит, я не могу с большей степенью уверенности сказать, в какую сторону, так сказать, был успех или провал. Удалось ли нам сбить сирийскую ракету, которая была послана, не удалось ли сбить, трудно утверждать с большой точностью. Послана куда? А, в нашу сторону. Одно ясно, что она была в нашу сторону. Так что происходит? С какой целью они послали ее в нашу сторону? Если в ответ на нашу ночную атаку, где, так как им было сообщено имя 29 ноября, что они будут отвечать, или же сирийская ракета была выпущена по цели двигающейся или летающей, имеется в виду самолет, на территории Израиля или на территории Сирии. В любом случае, сирийская ракета была выпущена в сторону территории Израиля. В этом, так сказать, нет сомнения. Есть сведения о том, что она упала, не долетев до Израиля. Есть сведения, что она упала уже на территории Израиля. В любом случае, была выпущена в нашу сторону. И в социальных сетях можно обнаружить, найти снимки фрагмента частей этой сирийской ракеты. Этой ночью, где-то в 10.30, в 11 часов вечера, жители нескольких израильских городов, Хадеры, Кейсари, Ораки, Вазихрон, Якова, отчетливо... Но эти города, кстати, Алекс, находятся в центре страны. Кейсария – это просто центр между Тель-Авивом и Хайфой. Да, более того, Хадера находится в самом центре страны. Если вы проезжаете по старой дороге Хадера, я помню, как я по ней ездил, значит, 50 километров до Тель-Авива и 50 километров до Хайфы. Это не значит, что это в центре страны, потому что от Тель-Авива на юг еще есть парус от километров. Ну, неважно, это считается центр. Это, так сказать, центр страны. Так вот, я вам говорю, что в социальных сетях можно было наблюдать фрагменты ракет. Жители этих городов отчетливо слышали пуск ракеты из установки, расположенной в районе, как подразумевают и американцы утверждают, в Эйншемер. Все, что было сообщено ЦАЛом нашей армии в этом смысле, состоит из того, что против ракеты, выпущенной сирийцами, была задействована система противоракетной обороны, противовоздушной обороны нашей, и на у нас нету пострадавших, и нам не нанесен никакой урон. Что здесь интересно, кстати, американские источники из Пентагона сообщают, что грохот, или как взрыв люди слышали, это как взрыв ракеты, они видели в воздухе вспышку, который слышали жители всех этих районов, Хадера, Кесарио, Рахива, Зихрон, Якова, относился не, как утверждают израильтяне, к ракете Шарвид Акесем, волшебная палочка, которой мы пользуемся, а, как утверждают американцы, относился к пуску ракеты Патриот ПАК-2. Не знаю, это впервые или нет, но здесь у нас есть разночтенение с американцами, американцы утверждают одно, а мы говорим о другом. И наш самолет, кстати, F-16 с Уфа, в момент запуска вот этой вот сирийской ракеты, С-200, кстати, не С-300, уже находился над голландскими высотами. Так, если по нему была выпущена ракета, она вполне могла перелететь в Азнадский высот, она летела в... Алекс, ну это уже не первый раз, когда ракеты системы ПВО сирийской, в тот момент, когда самолет уходит от их, так сказать, удара, ракеты продолжают лететь, и уже были случаи, когда они залетали на нашу территорию и их сбивали. А скажите, что можно сказать по поводу, ну скажем так, для меня, по крайней мере, и для многих комментаторов, внезапному заявлению Генерального штаба России, точнее, генерала Коношенкова, опять та же самая песня, что это нарушение суверенитета, это опасность для самолетов, которые там взлетали и садились, и, так сказать, повторяется, то есть, ну может быть не по накалу, но по риторике повторяется история со сбитым самолетом. С вашего позволения, господин Гуррири, я скажу, до того, как я перейду к этой цене, потому что до того, как нам говорить о том, что заявила Российская Министерство обороны, видите, несмотря на все их заявления, мы летаем и делаем, что ему нужно, я хочу сказать, что сказали американцы, мне скажут, что с нашей точки зрения, с точки зрения нашего государства, это куда важнее. Американцы впервые опровергли то, что сказал Израиль, тогда они сказали, что это был патриот, а не Шарвита Касама. Кроме того, в США и в Израиле считается, что еще даже сегодня до вечера существует возможность сирийской реакции, сирийского ответа на ночные события в Сирии, и потому с сегодняшнего утра было закрыто сегодня утром воздушное пространство восточнее Иордании и над Голландскими высотами. Еще очень интересное, что связано, так сказать, с ночной атакой израильтян по многим объектам в Сирии, я вам говорю, я вернусь к заявлению Российского Министерства обороны. Американский журнал Newsweek сообщает, ссылаясь на источники в Пентагоне, что в результате израильской атаки пострадали несколько высокопоставленных боевиков в Хизбаллы, находящиеся в самолете, который должен был взлететь через несколько минут после атаки в Тагеран. Они прибыли в Ливан в качестве транзита, сделали пересадку на иранский самолет, на котором они должны были лететь в Тагеран для того, чтобы участвовать в похоронах известного Аятулла, который вчера умер, Хаашами. Не знаю, нет точных данных. Американцы утверждают, что несколько обидных, так сказать, хизбалловских руководителей или активистов пострадали, и не все успели на похороны в Тагеран вчера. Newsweek также сообщает, что целью атаки на склады с оружием для проиранских милиций, которая была разгружена буквально за несколько часов вчера до атаки израильтян с иранских самолетов и складирована здесь же на аэродроме. Самый большой интерес для Израиля представляло вооружение ракеты, управляемые GPS, являющиеся наиболее новым оружием в руках Хизбаллы и Ирана, что, соответственно, представляет наибольшую угрозу для нас. Из арабских источников тоже поступили интересные данные об объектах, которые подверглись атаке. Из арабских источников стало известно, что кроме Дамасского аэродрома Мазы, на котором находилось в этот момент три иранских самолета, был также объект в Демаси, объект в Сабура, это, кстати, командный пункт 4-й сирийской дивизии, переданный иранцам, то есть в этот момент там находились иранцы, а также объект в Катана, который находится южнее, очень близко к нашим границам, где находился командный пункт 10-й сирийской дивизии, которые тоже частично уже, вся эта база находится в руках иранцев. А также было подвергнут атаки район Хан-эль-Шейх и еще другие объекты, которые не указываются. А теперь, с вашего позволения, мы можем поговорить о том, что стало известно буквально за последние часы, реакция Российской Федерации, Министерства обороны, Министерства иностранных дел на то, что произошло, так сказать, этой ночью. Я вам должен сказать, иногда реакция бывает моментальная, иногда она прошла с запозданием, ну скажем, на 14-16 часов, значит, это было подвергно где-то каким-то обсуждениям и так далее. Российское Министерство обороны заявило сегодня, днем, в среду, 26 декабря, что воздушные атаки прошлой ночи, приписываемые Израилем, обратите внимание, очень интересно, не было сделанное Израиле, приписываемое Израилю, представляли серьезную угрозу двум самолетам гражданской авиации и назвало это атаки провокацией, провокационной. Сирийцы, россияне сообщили также, что сирийцы сбили 14 из 16 ракет, это подтверждает то, что говорили сирийцы, что они сбили большинство ракет, тогда непонятно, почему было столько пострадавших объектов, потому что, насколько я знаю, одной из ракет сирийских ПВО, выпущенных по нашему самолету, было разрушено большое пятиэтажное здание на юге Дамаска. Оно по ошибке попало в свое же собственное здание. Пресс-секретарь Министерства обороны сказал, что два гражданских рейса должны были приземлиться в плюс-минус в это время в Беруте и в Дамаске, но не указал номера рейсов и какие международные авиалинии их выполняли. — Уже опубликованы данные, что как раз в это время в Дамасском аэропорту никто не приземлялся, то есть атака была совершена между двумя рейсами, которые, значит, успешно приземлились. — Господин Гуравия Теска, вы меня опередили, спасибо вам. Понимаете, это лишний раз, вот как можно в сегодняшнем мире, можно все и всегда проверить, понимаешь? Есть расписание полетов, мы это тоже хорошо, прекрасно знаем. — Нет, удивительно другое, что по мнению Министерства обороны России опасность для мирных граждан и провокацией является именно атакой Израиля, а не то, что сирийцы и иранцы используют гражданский пассажирский аэродром для переброски оружия, зная, что это оружие направлено против Израиля. Израиль будет за ним охотиться. Наши заявили, что мы все равно будем, мы не можем допустить, чтобы это оружие попало в их руки. Поэтому опасности гражданских лиц подвергают те, кто приземляется на этот, на пассажирский аэродром. — Мы никаких секретов за этого не делали. За вчерашний день предлилось несколько иранских самолетов, включая гражданские рейсы. В момент нашей атаки находилось три иранских самолета на аэродроме Мазеп. Они уже разгрузили оборудование. Мы подождали, чтобы они разгрузили, заскладировали. Далеко они отвезти это не могли, потому что потом она перегружается на грузовики и идут, так сказать, шеренги машин в сторону Ливана. Поэтому было вовремя избрано время для того, чтобы их погрузили. Самолеты еще не улетели, но я думаю, что их не затронули. Были уничтожены, по признанию сирийской стороны, был уничтожен один крупный склад с вооружением. По признанию всех других, включая арабские источники и источники Сирии, было уничтожено на аэродроме три больших склада с вооружением новейшим, которая, так сказать, руководствуется GPS, как я уже сказал. Поэтому, так сказать, провокация, которая нас обвиняет, была просто защита нашей страны от тех средств вооружения и ракет, которые могут поменять общие ситуации, более точных ракет, более современных, могут сделать нашу... Алекс, возвращаясь к реакции Министерства обороны, вслед за реакцией Министерства обороны России появилась реакция Министерства иностранных дел, которая тоже заявила, что это нарушение суверенитета Сирии и так далее. На ваш взгляд, я сейчас оставляю в сторону военный аспект, я перехожу к политическому аспекту, чем вызвано это заявление? То есть, что-то этому предшествию, может, что-то произошло, что мы упустили вот в последнее время. И в последнее время, я понимаю последние часы, потому что вчера никакого заявления не было, сегодня утром никакого заявления не было. Оно поступило тогда, когда поступило, то есть во второй половине дня. Значит, что произошло? Ну, во-первых, я не знаю, кем было сделано заявление, Захаровой или Лавровым, это тоже само по себе, так сказать. Это не имеет значения, по большому счету. Да, да, да. Я вам говорю, сказать, другое. Как видно, все-таки, так сказать, визиты последние 10 дней одной и второй израильских делегаций в Москву и визит на прошлой неделе крупной, серьезной российской делегации сюда привел к тому, что произошло какое-то согласование действий, несомненно. Может быть, мы даже вернулись на... Я помню, как давно, 50 лет почти в КВН, мы говорили, поставим нашу работу на индустриальные рельсы. Как видно, вернулись на индустриальные рельсы те действия, которые предшествовали сентябрю месяцу и падению, сбитию Л-20 с сирийцами, что-то произошло. Тем не менее, россияне, несомненно, должны реагировать на то, что происходит. Посмотрите, есть две вещи. Во-первых, на 90% были атакованы все эти базы ракетами, самолетами вдоль границы, летящими с Ливаном, со стороны Ливана. То есть, не была задета территориальная целостность Сирии. Россияне, если мы идем с ними на какое-то соглашение, значит, мы предпочитаем делать так, чтобы друг друга не злить и не обижать. Они промолчали, они все это видели, они видели, какие самолеты, даже видели несуществующие рейсы, которые должны были приземлиться, неважно. Но так или иначе, они должны были прореагировать. Может быть, они хотели и промолчать, но слишком большое количество заявлений арабских стран, сирийской страны, прямая трансляция Америки, Ньюсвик, журнала, который начал давать, так сказать, все подробности, вынудила их сделать, заявление, но в пределах, в рамках какой-то, так сказать, ну, скажем так, не так грубо, как это было сказано после 17 сентября, после сбития самолета. Провокации, окей, провокации, мы можем это, так сказать, покушать, можем готовиться к следующей провокации, когда следующие самолеты, включая гражданские, с вооружением, оружием, ракетами точными будут садиться на этот аэродром. Ничего страшного не произошло, россияне с опозданием на полдня сделали, так сказать, свое заявление, мы его слышали, прочитали, и будем, так сказать, смотреть, как будут... То есть последствий, на ваш взгляд, не будет? Думаю, что серьезных последствий не будет, потому что можно было сказать более грубо, более зло, и куда заранее. в Типе, так как сказал в свое время министр обороны Шойгу в ответ на заявление их президента Путина, что это ошибка, трагическая ошибка Сирии, он сказал то, что он думал, так сказать. Если в течение ближайшего полудня или дня не будет каких-нибудь более острых заявлений по этому поводу, будем считать, что это уже, так сказать, вчерашний день. А возможно, так сказать, что еще какая-то провокация, я сказал, сегодня утром ожидалась со стороны Сирии, потому что Сирия обещала нам после 29 ноября, что в ответ на любые нападения с нашей стороны они будут отвечать ударами по нашим объектам. Я хочу видеть, как это будет. Надеюсь, что все будет. Надеюсь, что не увидим. Спасибо большое, Алекс Вексель, спасибо и всего доброго. Дорогие друзья, программа Тема дня, мы переходим к следующей теме. Дорогие друзья,